Ваша задача ходить и смотреть по дворам, по территориям. Вот хоть с утра до ночи ходите, но вот таких завалов хоть не должно. Сергей Павлович, колеят, ну не 5 сантиметров, мы согласимся, да? Личный объезд дворовых территорий для Елены Сорокиной стал своеобразным подтверждением всему сказанному двумя часами ранее. На встрече с руководителями управляющих компаний она говорила фактически от лица жителей. Нечищенные дворы, глубокая колейность проездов, заваленные снегом мусорные площадки. В общем, все китайские предупреждения для ленивых исчерпаны. От ТСЖ, про которое Дмитрий Анатольевич сказал, что они там мало что имеют из техники, жалоб нет практически. Или на действия ТСЖ практически. Все жалобы от жителей, которые идут, они по деятельности управляющих компаний. Коллеги, не дожидайтесь того, что жители вас снесут и откажутся от ваших услуг. 87 управляющих компаний, 2796 домов, 88 единиц техники, 1135 дворников. Эти цифры звучали как сводка со снежных фронтов, причем как после проигранного сражения. Управляющие компании пока терпят фиаско, возможно, из-за своей же экономии. Или лености, называйте как хотите. Один трактор на 50 домов, дело для них сегодня привычное, наверное, поэтому жалоб все больше. А вот для тех, кто честно выполняет свою работу, власти решили обозначить преференции. Те управляющие компании, которые помогают городу в очистке въезда во дворы, междворовых проездов, с которыми, ну, никак мы пока не разберемся, но, тем не менее, вы их чистите, эти междворовые проезды, которые улицами не являются. У управляющих компаний мы будем брать весь снег бесплатно. Весь. Не убранный мусор – настоящий бич городских микрорайонов. Об этом говорил руководитель госжилы инспекции. Региональный оператор пытался оправдываться. Буквально вечером после объезда пришла куча жалоб на то, что Капронск не вывозит мусор. Действительно так. Есть, ну, как бы были объективные причины о том, что не расчищены подъезды, не убраны на контрольной площадке. Вот из этих документов, которые я взял с собой, здесь все видно, фотографии, это я вам обращаюсь. То, что пути расчищены, но на площадке творится просто безобразие. Основная проблема, конечно, это отсутствие подъезда из-за нерасчищенных территорий. Если территория расчищена, то большое количество дворов уже образовали налить. То есть колея настолько сильная, что припаркованные машины еще к тому же стоят. И нашу технику просто стаскивает на машину. То есть водитель несет материально ответственность за это. Еще одна важная тема – налить, свисающая с крыш и массивные сталактиты. На улице Затинное, например, с крыши дома 38 глыба льда рухнула прямо на козырек подъезда. Представитель управляющей компании заверил – козырек восстановят, сосульки уберут. Теперь они – главный объект внимания для всех коммунальщиков.